здравствуй мой дорогой друг с тобой я метатроныч а это подкасты на диване поэтому будет все поскрипывать почесываться ну и так далее устроился поудобнее и буду вещать тебе в твои уши доброе вечное так что можешь на видео не смотреть а просто слушать спрятать свой телефон в карман надеть наушники потому что это подкаст подкаст дружище да который так долго ждал ниже не все же видео должны быть быстрыми и моментальными иногда боятся огромные подкасты не знаю сколько этот будет длинны потому что мне уже хочется спать и тебе тоже я знаю ты же ведь остроумный у меня зритель и сейчас тоже уже пишешь в комментарии что тебе тоже хочется спать поговорить я хочу сегодня на такую тему как идиси фонарь и сразу же половина зрителей слушателей выключила свои проигрывающие устройства вот а кто оставил включенными тот останется выигрыш и так поехали значится эдиси фонарь каким он должен быть видение метатроныч вообще-то ценная информация которую сейчас услышите и многие фирмы готовы заплатить за нее весьма немалые деньги вот конечно шучу по поводу того что здесь будет прям таки вся вся подноготная но какие-то тезисы явно присутствовать имеют место быть в общем то все просто пока я вам сейчас рассказывал уже в голове представили какой должен быть эти фонарь лично для вас для вашего пользования как вы увидите ведь и представляете ну и все такое прочее я лишь добавлю что мой и дисси фонарь должен работать на элементах питания 2 а или как еще их называют lr 06 я только запамятовал или это возвращение аккумуляторов либо обычных щелочных элементов но в общем общенародное название пальчиковый все доступные все известные элемент который можно найти где угодно даже в самый большой и незамысловатый тире нашей необъятной родины всегда можно встретить элементы 2 а нежели скажем элементы сер 1 2 3 которые вообще хрен где найдешь да и стоят они раза в три больше чем элементы пальчиковые вот это основной критерий по выбору дисси фонаря то что элементы должны быть распространены иначе смысл дисси фонаря вообще теряется и дисси фонарь для меня это не то что даже в фонаре на каждый день потому что каждый день я ношу с собой если так посмотреть ни один фонарь и пользуюсь не только одним фонарем это и налобники это и какой-то на ключник маленький да и даже какой-то брелочек на 2 сер там 20 16 например до элементов питания и такие маленькие литиевые таблеточки кто сейчас не понял я вот поясняю большие тысячи маленькие маленькие большие вот либо это фонари опять же таки на мизинчиках и пальчиках чаще всего это пальчики самый-самый распространенный самый удобный формат которую можно вообще как я уже сказал где где угодно найти и угадайте какой фирмы фонарь если я вот ничего не тестируют в данный момент такие периоды бывают все-таки не каждый день я тестирую новые фонари бывают периоды когда я просто живу обычной жизнью ну где-то неделю да вот вот и у меня есть фонарь которым я пользуюсь на мой взгляд это лучший 10 фонарь который только вообще возможно приобрести он лучше в ценовой деп в ценовой в ценовом диапазоне знаете наверное от 50 до 250 дом вот вот да именно так и именно именно так можете поспорить это как бы ваш право но мое право вас не слушать и так что же за фонарь кто угадал кто кто угадал кто угадал получит сигну на стену себя во вконтакте кто первых угадает так как я узнаю ну кто первым напишет наверное тот комментарий тут тот и угадает откроет стену тогда у себя во вконтакте даст мне линк на я зайду напишу сигнал от метатрон еще угадал такая вот сигна а фонарь называется зебра сц 51 52 не помню моделька в общем зебра зебра light фирма которая делает эти фонари вполне вполне замечательно фонарь знаешь дружище если ты стоишь перед выбором какой же фонарь тебе выбрать а многие стараются выбрать из них фонарь до 50 долларов ну так уж устроено человеческое мышление в проживающих людей в нашей стране что нужно как можно дешевле как можно лучше все мы с вами люди взрослые понимаем что так не бывает поэтому придется раскошелиться зебра light стоит дорого дороже чем обычный фонарь зебра light не ремонтопригодны максимум что вы можете заменить у зебра light это клипс скажем ну и все собственно ну крышечку может быть заднюю сможете заменить дальше и все это не ремонтопригодна вообще никак не ремонтопригодна с другой стороны дружище как часто ты ремонтируешь фонари даже если ты купишь фонарь который весь разбирается сможешь ли ты его починить мне кажется нет так что для кого-то это минус а кто-то вообще ничего не теряет дальше что еще какие минусы или плюсы забралает перед всеми другими фонарями ну как я уже сказал это ввиду того что она не ремонтопригодная потому что все скомпонована очень плотно запрессована то значит она имеет максимально минимальные размеры ой как звучит некрасиво максимальными ну да и чуть в общем максимально минимальные размеры и габариты и уже уже является эталоном и 10 то есть сочетает себе мощь в минимальных размерах меньше на тех же элементах мы просто ничего нет ну просто совершенно ничего нет вот уже много лет совершенно ничего нет различные фирмы пытаются войти на этот рынок но никто зебру так и не переплюнул и вот если ты выбираешь фонарь то тебе стоит обратить внимание на zebra light на элементах 2a lr06 если сейчас это не lr06 называется а по памяти не помню потому что ночь глубокой уже и мне спать хочется на самом деле я решил подкаст записать все ради тебя ради тебя вот старайся ты не благодарны поди даже лайк наверно не ставишь а в общем зебра на пальчике будет самым человек непосвященный фонарные дела услышав фразу зебра на пальчики явно представить что-то иное нежели тему нашего разговора если он услышит сейчас эту запись вот с этого момента он придет в ужас а в общем фонарь зебра light на пальчиков батарейка это будет самый отличный выбор стоит они в районе от 60 до 70 долларов ни в коем случае не ищите их на и бэй потому что там цена обычно обычно я не говорю что это всегда бывает что такого не всегда бывает бывает что дешевле но обычно дороже на и бэй обычно дороже заказывайте прямо на сайте зебра light прямо на сайте зебра light фонари отличный да у меня был опыт вот несколько лет назад она года назад нет больше будет назад когда приобретал себе новую зебру и приобрел ее с дефектом на диоде там была маленькая коцка или пылинка или что-то непонятное но мне ее заменили все отлично приобретал я не в магазине а с рук у дилера здесь в россии вот поэтому если вы закажете вам с магазина и у вас будет какая-то коцка как это обменять я не знаю ну у меня это было впервые может быть эта партия как от не такая была у меня это было впервые может быть и и дилеру такие поставки какие-то идут непонятные или отбракованы кто-то знает вот как все делается но в общем зебра light отличнейший просто великолепший великолепнейший на и прекраснейший выбор из всех фонарей работающих на пальчиковых батарейках а также она мультитопливная есть модельки которые мультитопливные и работают прекрасно налить и 14500 чем вообще не вариант вообще идеально просто идеально а также к ней идет налобное крепление вот бы мне все везде брала это заплатила денег сейчас просто к это реклама наверно выглядит нам это все так но очень много приятных плюшек можно дополнительно крепления нам взять это лоб да раньше я помню они налобное крепление вкладывали ко всем фонарям форм-фактора 2а ко всем теперь не знаю ко всем или нет может быть только к налобникам может нигде не вкладывают и но у них на сайте отдельно можно все приобрести отдельное крепление на лоб можно выбрать zebra light например с креплением знаете на карман рубашки то есть вы крепите фонарь она у вас находится вертикально зебра да и с боковым рефлектором то есть не на торце фонаря находится рефлектор идиот а сбоку и светит она у вас так вот вперед находясь на рубашке знаете эдакий фонарик из silent hill кто помнит первую часть там такой был фонарик в общем который цепляется куда-либо на разгрузку на карман и светит вперед вот кто еще не побежал прямо во время подкаста заказывать эти фонари особенно я знаю меня слушают многие бушкрафтеры и прочие выживальщики которые ведут канал на ютюбе поэтому мои зрители следите внимательно очень скоро у них появится я думаю видео ну как скоро там полгода где-то наверно у кого-то раньше года позже кто-то год выдерживает кто-то повторяет те же хитит самые что его год назад были снова в общем скоро у них появится после этого подкаста как обычно это и происходит по давней традиции появятся фонари zebra light не обязательно на пальчиках может еще на чем-то они вам будут там зачехлять что вот я тут ну и так далее короче как они обычно любят зачехлять и рассказывать свое мнение как они до всего додумались сами смешные товарищи конечно очень очень занятно видеть когда все все то что показывал например год назад человек начинает показывать у себя на канале ну про просто потому что наверно может это показывать или ему больше нечего вот но я не против просто фонарь хорошие вот и я своим зрителям хочу порекомендовать его просто к обязательному приобретению поставьте себе wish list а он заменит вам узнаете если вы редко пользуетесь фонарями он заменит вам все фонари вообще вообще все и на очень долго а если пользуетесь часто то все равно заменит вам все фонари кроме каких-нибудь и дальнобоев все что до скажем так метров 40 он перекрывает ну вот это забралает sc51 это полностью перекрывает ну или какую-нибудь вы вы выберете себе на пальчиков элементах или налог ну или вот как я сказал с на торце что будет рефлектор с диодом какую какую душе угодно вот мне хочется сейчас приобрести чтобы на торце был рефлектор чтобы можно было вешать на карман с таким вот подвесом там клипса переставляется ему можно вешать вот как я вот объяснял но пока возможности не позволяют пока возможности не позволяет взять зебру вот что-то так вот как-то надо надо продать наверное свои фонари и взять себе зебру почему бы нет неплохая идея но нет друзья я навряд ли буду продавать фонари в смысле где-то в интернете давно и на ютюбе я скорее всего просто распродам их там среди знакомых может вот так вот как как-то так а может а ваш не распродам кто ж купит фонарь там больше чем за 100 рублей да никто но зебру купить обязательно нужно все грядку писала а я говорю купить зебру металла ничего плохого не посоветует лучший и деси фонарь вот уже сколько лет зебра ну да ничего ничего я не находил вот лучше даже дороже если поискать фонари одноэлементные они по управлению по времени работе работа работе господи по времени работы они будут все отставать от зебры а учитывая вот учитывая цену качество это просто ну вот изюминка самая мякотка идиси фонарей который только возможно представить да есть фонари меньшего форм-фактора есть дешевле гораздо но взяв один раз зебру вы будете постоянно брать только зебру это действительно качество но если сломается правда не почините ну и как я уже сказал вы такой фонарь если сломается не почините в общем а те кто могут починить и такие спецам спецы мастера они так знают что зебра это очень очень хорошо процент брака конечно присутствует тут как бы я не могу сказать что стопроцентно все зебры работают вечно ничего не ломается все ломается все рано или поздно ломается кстати у меня навернулся всеми любимые сипик как-нибудь покажу вам все собираюсь да никак не до собираюсь хочу просто визуально показать чтобы многие увидели а что такое деградация диода я не так и не понял что с ним произошло просто ну фонарь работал электроника в порядке просто идет уже не знаю что короче просто накрылся и ему стало плохо покажу если не забуду но надеюсь что покажу вот так что все ломается рано или поздно но zebra light это отличная вещь просто великолепная возможно я слишком перехваливаю данную марку возможно но возможно ты будешь жалеть всю жизнь что не взял себе зебру light тоже ведь возможно еще тебя может мучить совесть что ты не поставил лайк под это видео хотя уже слушаешь его вот уже сколько минут и даже не знаю сколько мы с тобой тут говорим так что всякое всякое может быть дружище очень-очень всякое но и неси фонарь самый лучший это все-таки зебра чтобы мне кто не говорил да есть поменьше есть с интересными режимами вот иглтек он занимал у меня второе место после зебры и я думал что будет все отлично но я веду клики до который вот ушел в ремонт и но вроде как уже возвращается ко мне из ремонта ну где-то с нашей почтой задерживается в общем он у меня был на втором месте после зебры мне все в нем нравилось на третьем месте у меня стоял олайт по лайт он стильно да как ну все видели он очень классно у него дизайн классный и так он удобно управление людину все такое дочень есть такой стильным многим нравится по что он стильная тут ничего ничего не поспоришь он весь нарядный он такой как джеймс бонд зебра она не такая нет друзья она так не выглядит на третьем месте у меня было light сейчас у меня втором месте олайт на третьем месте иглтек если он вернется ко мне рабочий больше не нагнется если он нагнется то и деси фонари и иглтек для меня как сегмент просто исчезнут раз и навсегда умрут хотя другие фонари иглтек делает вполне приличные те же тактики вот так ну тактики вы видели какие тесты прошел g25 c2 mark 2 там этой заморозкой в реальных условиях до полярные ночи прочее прочее что с ним только не было и отстрел под стволом ну все все было великолепно а вот что-то на иди сишках иглтек сэкономит играет на спичка да что репутацию немного портит такие вот пироги давайте заканчивать надеюсь тебе понравился такой подкаст мой юный или не очень юный друг зритель слушатель зритель тире слушатель если тебе такой подкаст действительно понравился их формат понравился то ставь большой палец вверх я продолжу периодически выкладывать такие вот подкасты на диванчике возлежа и вещая тебе различные вещи вот вообще хочу назвать этот подкаст серьезный разговор ну точнее вот такую такую рубрику сделать серьезный разговор будет называться возможно вот так и будет называться этот подкаст может быть он будет пилотная у меня как обычно много пилотных серий на которые потом не забиваю болт ввиду малого количества времени лени и но и так далее ну прочих человеческих таких качеств обычных вот дружище если решишься брать фонарь лучше накопи 60 70 долларов на копии прям и закажи прям на сайте забрала . ком черт вот реально звучит как реклама но у меня правда зебра ничего не платила вообще ни копейки если мне зебра прислала фонарик забрала эту я блин вообще счастливый человек был но нет она такой не сделает вот просто китайцы китайцы они всегда жадные были ну это норма вообще для китайцы вот но я почему говорю сайта то что многие полезу час на youtube искать или дали экспресс нет прям на официальном сайте можете заказать прям в россию или еще куда угодно прям вам вам доставят не помню сколько доставка стоит либо бесплатная либо сколько немножечко может стоить в общем не суть важно вот такие дела zebra light фонарь сц 50 52 51 у меня просто у меня была старая модель 51 52 или нет у меня было 50 плюс тут вылетела из головы в общем ну там увидите там их не так уж и много выберите элементы 2а и в путь вперед х там и с рефлектором и без рефлектор просто диод представляете на рефлектор какого нет просто россии рассеивающий свет такой заливной будет и делали не из красным диодом с чем только не делали общем очень-очень мне нравится фирма zebra light могу смело смело рекомендовать никто никаких мне денег не платил вот за рекламу вы же знаете если у меня есть какая-то реклама на канале то она так и озвучивается что это реклама вот так что можете смело брать zebra light вот фонари просто великолепно я я для себя выбрал именно фирму забрала если когда-нибудь я найду фонарь лучше чем zebra light по соотношению вот что у него есть режимы время работы размеры качество энергопотребления если такой фонарь найду или если его найдешь ты дружище в чем я сомневаюсь что все таки я постоянно вращаюсь до в этой теме ты как бы изредка иначе ты мне не смотрел ты заходишь посмотреть что нового узнать у меня так вот значит если она идут такой фонарь который будет лучше чем zebra light я обязательно тебе расскажу но пока что такого нет поэтому не упусти свой шанс поставь лайк метатронычу подпишись если ты впервые слушай этот подкаст не подписан и не забудь не забудь осуществить свою мечту взять лучший из лучших проверены временем и личными затроны чем фонарь zebra light но если ты слушаешь это запись уже спустя там не знаю 10 лет и фирма zebra light скатилась в говно то дружище зная когда-то это была отличная фирма делающие первоклассные фонари такие дела до скорых встреч пока с тобой был я метатроныч